Омбудсмен Москалькова Умеров призвал НАТО закрыть небо над Западом Украины. В Киеве американский замминистра финансов. Белый дом. США не добиваются обострения украинского конфликта, но могут ввести полный эмбарго на российский экспорт. Киев. Британия разрешила бить по российским объектам своими ракетами Storm Shadow. Путин. Мы знаем, что на Украине есть западные инструкторы и наемники. Вашингтон-Пост. На закрытой встрече Трамп утверждал, что разбомбил бы Москву или Пекин, если бы был президентом, а те напали на соседей. В Болгарии завершилась парламентская ассамблея стран НАТО. Резолюция «Россия должна потерпеть стратегическое поражение. Украина получить все необходимое». Евросоюз к 30-му году намерен полностью отказаться от российских энергопоставок. Пока же доля «Газпрома» в его импорте снизилась до 15%. 60% газового баланса Германии теперь обеспечивает Норвегия. Один из крупнейших в Европе железнодорожных перевозчиков PKP Cargo отправляет в простой треть работников из-за падения объемов наливных и металлургических грузов. Олигарх и владелец новолипецкого комбината Лисин хочет продать свои металлургические активы в США, пишет Bloomberg. В МИДе заявили, что западная собственность не будет национализирована. Речь лишь о временном управлении и сохранении прав. Садоводы из-за майских заморозков потеряли половину урожая, многим грозит банкротство, сообщает издание Agroexpert. Financial Times публикует большую статью о росте популярности ультраправых среди европейской молодежи. Одна из причин – отталкивающий облик современных левых, утверждает газета, другая – общее падение уровня жизни. Герой статьи, представитель «Альтернативы для Германии» заявил, что не все члены СС были преступниками. Это спровоцировало Димар Шлепен и французских правых. Набирают популярность франкисты из испанской партии Vox и молодежный всерумынский альянс. Бельгийская полиция обыскала дом и офис помощника депутата Европарламента по подозрению в распространении российской пропаганды. Экс-губернатор, экс-адъютант и помощник Путина Дюмин назначен секретарем Госсовета. В Кремле назвали это обычной ротацией. Грузинский парламент преодолел вето президента Зорубишвили и окончательно принял закон об иноагентах. Мэр Тбилиси Каладзе по этому поводу. США и Грузия не партнеры, а враги. Между тем, вице-президент США Харрис направила властям Грузии письмо и предупредила. Отношения будут подорваны. Выборы в грузинский парламент 26 октября. Профсоюз Самсунга проведет первую в истории забастовку 7 июня. Переговоры с руководством о повышении зарплат провалились. МВФ повысил прогноз по росту китайской экономики в этом году до 5%. Си Цзиньпин призвал к борьбе с безработицей, чтобы, цитата, «повышать чувство удовлетворения, счастья и безопасности большинства трудящихся». Между тем, безработица среди молодежи от 25 до 29 лет превысила 7%. Вынесен смертный приговор бывшему главе финансовой компании China Huarong Бай Тяньхуэю. Его обвиняли в мошенничестве. Хозяйка Вайлдборис Бакальчук предложила создать министерство ритейла. Член Совета по внешней и оборонной политике Суслов посоветовал провести демонстрационный атомный взрыв для приведения в чувство западных партнеров. «Ядерный грипп вернет страх перед ядерной войной». Музыкант Апачев посвятил блогеру татарскому новую песню «Всех убить, все отнять». В Питере установлен памятник Пригожину в полный рост. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова